всем добрый день как вы знаете я продаю саженцы но сейчас покажу вам как мы упаковываем саженцы на дальнюю дорогу заказ у меня 10 моровилы да вот отобрали моровилу 10 штук отсчитали берем такие ящики я их покупаю там тысячами беру эти ящики ну я считаю что этот ящик самый удобный для упаковки вообще кассетной рассады и стаканчиков с малиной с ежевикой в общем на дно ящика стелим газетку укладываем саженцы ножа дальше значит берем бумагу бумагой закрыли вот эти дырочки чтобы земля во время тряски оттуда не высыпалась затем затем фиксируем скотчем они держатся очень-очень крепко даже при переворачивании в любой плоскости они никуда не денутся следующие стаканчики ложим сюда так вот еще четыре стаканчика мы зафиксировали все они тут держатся очень хорошо если у нас более 8 стаканчиков остается то мы сверху ставим второй ящик и укладываем таким же способом второй слой так как у нас остается два стаканчика мы их просто берем ложим вот так сверху сейчас покажу как мы их закрепим также скотчем фиксируем и сейчас дальше покажу затем скотчем мы сделали вот такие вот как бы со всех сторон бортики они нам для чего нужны чтобы когда мы сейчас обмотаем стричь пленкой чтобы вот это внутри у нас не прижималась случае даже сверху что-то станет то вот эти бортики они не дадут смяться вот этим побегом и обматываем стричь пленкой ну все обмотали стричь пленкой он такой вот дальше зафиксировали ее сверху скотчем вот так по кругу если обратили внимание то стаканчики в пакеты я не упаковываю и скотч тоже потому что в жару это может быть очень опасно выприванием корневой системы во время пути так хотя бы корни дышат пересохнут они тут не пересохнут там влаги им хватит вот так вот посылка едет в любом положении она может там на нее поставить можно что-то скорее всего что это и сделают дороге но это никак не повредит самим растения все свешиваем и отправляем с деком вот в такой посылке можно почтой но почты конечно в коробке да если упаковывать то так закрепить конечно почты не получится там все равно они как тонна коробки болтается но ничего мы если даже в коробке мы покоим то перекладываем картонками принципе тоже можно почта и нормально отправить но всегда всем рекомендую конечно отправлять с деком так работает сейчас очень хорошо там по россии за 35 дней доставка даже не быстрым тарифом обычным все быстро хорошо доходит второй вариант упаковки это когда смешанный заказ тут и малина тут и стаканчики за кс то упаковываем также в этот ящик малина обязательно фиксируем а стаканчики фиксируем картонкой вот из подручных средств картон тут бобин скотча все зафиксировали все плотно стоит и дальше создаем каркас все сделали из скотча вот такой каркас для встреч пленки все посылку упаковано все плотненько сердечки не прижаты видите там вот так где-то расстояние до пленки листики то что подогнулись это абсолютно ничего страшного если даже они в дороге пропадут листом или пожелтеют он просто обрезается и там через 10 дней нарастает новый листик все дырочки сделали вентиляция отсюда вентиляция отсюда идет видите отсюда все отправляем так следующий вариант упаковки это кассетная рассада внизу одна кассета а тут несколько стаканчиков то есть сверху ставим ящик также все закрепили ничего не двигается сердечки не прижаты и никого случае стричь пленкой то есть между сердечком и стричь пленкой обязательно имеется какое-то расстояние в несколько сантиметров так ну и крупные заказа мы отправляем в таких ящиках 54 кассета 64 как раз становится в ящик ящик на ящик и едут очень хорошо используем логистику логистика что это такое это когда идет грозовая машина допустим мимо нашего города ваш город и до грузом он везет не только допустим вашу рассаду он везет еще там несколько заказов может но и когда грузом он берет наш груз и доставка его соответственно выходит намного дешевле чем там всякими стыками пэками и скорость время в пути ну практически минимального сегодня отправил воронеж до сегодня он выехал там после обеда ну максимум утром он уже будет на месте так что заказывайте рассаду саженцы и получите их хорошим товарном виде несмотря на расстояние расстояние